Итак, анонс. Что мы видим у меня на столе? Мы видим бенгальский огонь, мы видим шампанское, мы видим пиво и минеральную воду. И вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Да, я хочу повторить известный в интернете трюк, когда брызги шампанского тут, пробка вылетает, сзади бенгальские огни и все это... Но! Видите эту коробку? Это бассейн, это маленький бассейн, именно этого я и ждал. Хочет на улицу, сейчас пойдем. Именно этого я ждал. Вот с этого мы начнем, мы соберем этот бассейн, потом я шампанского вылив в другую посуду, отрежу ей вот тут тонышко и посмотрю, как тут хорошили бенгальские огни. И приготовлю смесь тоже из пива и минеральной воды, потому что я чувствую, это будет один в один, как мы уже делали, да. Это пиво из Альди, это самое дешевое пиво и, скажем так, не самое, я бы вам сказал. Дело в том, что оно стоит что-то 29 центов, хорошее пиво начинается от 1 евро и дальше. Вот. И оно еще и в пластмассовой бутылке, мне вспоминается, как приехал один русский товарищ, знакомый из России, говорит, и что, говорит, хвалят это немецкое пиво. Вот я сколько пью, такая дрянь. Я говорю, а какое ты берешь? Да я не знаю, какая-то каранс или что-то такое, в общем, с короной что-то связано. Я говорю, слушай, ты Вальди берешь? Я говорю, там нельзя брать. Это не пиво, это насмешка над пивом, в общем-то. Но поэтому мне его будет не жалко, пить его невозможно, я не могу, во всяком случае. Так, вот теперь все, дорогие мои, я пошел собакой гулять, а когда вернусь, сделаю, соберу вот этот бассейник, отрежу горлышко и мы с вами начнем строить сет. Окей? Ну, Новый год-то еще, вот-вот-вот. Единственное, что, ребят, во всех немецких бутылках, я не знаю, некоторых есть, но я не знаю точно в каких, пробки не из пробки, а пластмассовые. Поэтому мне где-то придется, скорее всего, это дело подставлять в фотошопе. Ну, чтобы вы уже знали. Идем. Давай. Ричард, да стой ты спокойно. Гулять? Ты хочешь идти гулять или не хочешь? Давай. Вот так, хорошо, Сев, молодец. Давай. И сейчас пойдем. Что-то ты поправился, парень, последнее время, надо тебе взвешивать. А? И иди сюда. Да-да-да-да. Почесай, почесай, почесай. Пошли. Ну, все, гульки закончились. Теперь первое, что мы сделаем, перельем шампанское. Ну, как я и предполагал. Пробочка-то пластмассовая. Сразу какая-то. Перельем сейчас бутылочку. Банночку. Ой-ой-ой. Вот это надо снимать. Так. Бутылка из-под дистиллированной воды, поэтому закрывается плотно. И я думаю, что я довезу еще до дома. Теперь нам нужно горлышко отчекрыжить. Не горлышко, а вот эту. Ну, и давно хотел попробовать этот способ, как в интернетах нам все учат. Возьмите кусочек бечевки, обмотайте то место, где вы хотите, чтобы бутылка очень уж ровно отвалилась. Ну, у меня бечевки нет, я вот взял нитку. Надеюсь, что эффект будет тот же самый. Так. Завязываем. Ну, и теперь Польем бензином. Обильно смолчим. И ждем. Слышим треск. А, пускаем воду. А там был бензин. Ха-ха-ха. Ну, и что? Чего ж ты, дорогая, не отвалилась? Враньё. Ещё раз. В этот раз не будем воду наливать. То есть, вот видите, это опасно. Всё, это игра с огнём. Я не знаю, что тут нужно наливать, чтобы оно нагрелось до такой степени, чтобы оно лопнуло. Так, придётся с помощью молотка и зубила. Где молоток? Отвалился. И вы скажете, вот, видишь, они не обманули. Ага, они не обманули. Дело в том, что, во-первых, оно тут ещё лопнуло, тут ещё, да? А во-вторых, я её на наждаке ещё прошёл с помощью этой болгарки. Вот тогда она, конечно, и отвалится. Ну, ладно, не суть. Факт то, что сделали. Отлично. Я не знаю, какое-то другое, наверное, вещество, которое напал, наверное, которое долго горит. Но у меня вот, который раз пробую, вот так получается. Не очень ровно. И тут ещё одна трещинка, наверное, надеюсь, она выдержит. Так. Всё. Ну, это лучше, чем на руку молотком стучит, и тут такие края торчат. Всё, он готов. Ну, теперь давайте посмотрим, из чего состоит у нас этот самый бассейн. Я не стал надувной брать. Лень дуть. Хе-хе-хе. Маленький, симпатичненький. Так. Так. Трид сантиметров высота, метр двадцать два на метр двадцать два. Угу. Так. Сохраняйте инструкцию. А, да. Мы сейчас сохраним. Так, вот здесь отрежем, здесь отрежем. И откроется вход. Так. Всякие соединительные. Тут сейчас придётся, наверное, по воздействиям скажу. Так, вы пока отдохните, я почитаю инструкцию. preform. По его Notreheaded. Нея, нея. Так. Продолжение следует. Очень приятно. По его 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 По у Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и давайте, сейчас простая вода Делаем несколько снимков Субтитры создавал DimaTorzok Так, хорошо Теперь минеральная вода Делаем, я думаю, без желтой Попробуем Так Меня спрашивают, почему я на серию не ставлю Ребят, мне затвор жалко Я лучше сделаю меньшую, но лучше Итак, поехали Хорошо Ну и последний наш эксперимент Возьмем оставшуюся воду И смешаем ее Как я уже сказал Пиво не жалеете, оно невкусное Так, я сейчас налью в бутылку Потому что из этой будет неудобно наливать И мы с вами сделаем еще одну серию Потом пойдем в фотошоп Вернее в компьютер И посмотрим Что-нибудь, я думаю, да выберем Маловасто было На всякий случай еще добавим Сделаем еще одну серию Так, мы помним, что первая серия это вода Вторая это была минеральная вода И третья это пиво Ну, я думаю, что этого будет вполне достаточно На крайнем случае здесь уже образовалось полуразбавленное пиво Которое можно спокойно тоже использовать Вот так Все, дорогие друзья Я сейчас Просмотрел Кое-что там в фотошопе поделал И в итоге получилась вот Такая картинка Я вам скажу так По моим личностным Впечатлениям Все-таки Лучше это минеральная вода Чистая минеральная вода С подсветкой Фильтром Если подобрать Правильный фильтр То Я думаю, что Будет именно тот эффект Который нам и нужен Ну, как вы видите Так Я сейчас с вами попрощаюсь Для тех, кто Хочет в фотошопе поиграться Я положил исходник В Яндекс Диск Да, кстати, меня спрашивают, что Вернее, говорят, что на шутере появились уже мои фотографии Как я к этому отношусь? Да нормально я отношусь, ребят Если кто-то какую-то копейку заработает Да, ради Бога У меня оплата идет по-другому А моя оплата это Ваша благодарность Ваши комментарии И приятное общение Итак Дорогие мои фотографы Я с вами закончил Редушеры Вот Фотошоп Помните Что делайте с нами Делайте как мы Попробуйте сделать лучше В этом смысл Пока Так Ну вот Ну вот Я отобрал некоторые из них Те, которые не получились Выбросил Развернул Давайте смотреть Вот это обычная вода Я брал только те, которые вот попадали в пробку То есть, чтобы она действительно как бы вылетала Вода Вот Вот Очень хороший снимок 22-29 Тоже неплохо То есть, с водой вполне можно работать Вот Минералка пошла Без подсветки Отлично Вот это вот Мне вообще нравится Замечательно Такой 22-45 Ух Какой свел Вот это уже пиво пошло Ну, не знаю Для меня это как бы не шампанское Хоть и разбавленное, но видать что-то в нем Или цвет мне не нравится Может быть Цветом поработать Тогда Ну Не Как бы Не хотелось бы Хотя Вот есть очень удачные кадры Вот так Вылет Вот Вот это вот Разбавленность Уже Вот это мне нравится Тоже 22-73 Вот так Вот Выстрел хороший Так Ну Это вот уже Тоже Та что из ведерка У меня пошла Тоже Ребята Очень 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 Хороший Видите Вот Из ведерка набрал А она раз Вот И Тут Вот тут вылет Вот тут вылет капитальный Ребята Вот тут вылет капитальный Конечно Так Ну Ну еще что-то с фильтром Тоже Хороший Вылет В общем Как вы видите Таким способом Можно Добиться Хорошего Результата Так Я сейчас Возьму какой-нибудь Фаворит И пойду С ним Поработаю В фотошопе Ну вот Я Ну Ну Давайте Посмотрим Что у нас тут Есть Красивый рисунок Я самый лучший На мой взгляд Отобрал Вот Этот выстрел Чудный Вот этот Хорошо Вот Вот Прямо Такая дуга Пошла Так Ну На мой взгляд Вот это Самый Самый Присамый Вот Давайте Мы Им И Займемся Первое Что бы мне Хотелось Это Не знаю Я сейчас Попробую Найду Попробую Сюда Текстуру Наложить Посмотреть Хотя Ее не видно Практически Она так Это хорошо Скрылась Вообще Очень Удачный Такой Снимок Мне кажется Это Самое Лучшее Остальное Можем Закрыть И Будем Заниматься Только Везем Итак Что Нам Нужно Сделать Первое На первое Нам Надо Справиться Вот С этим Пятном Так Мы Сейчас Его Продублируем И Возьмем Темненько Уровень И Вот Так Раз И Пятна Нет Хорошо Теперь Control И Переводим Черный Берем Белую Кисточку И Так Аккуратненько Здесь Убираем Где Нам Не надо Нам Вот Тут Так И Здесь Есть Ух Это Нам Не Надо Ставить Убираем Так А Здесь Может быть Нам Сразу Control Я Соединил Так Вот Чтобы У нас Серого Не Было Вот Так И Теперь Нам Нужно Будет Какую-нибудь Пробочку Так Сделаем И Вот Сюда Уберем И Сразу Цвет Нам Не Нужна Только Фактура Control E Соединили Control T Увеличивали Вот Так Контраст Нам Может Здесь Вот Так Ок И Теперь Найдем Какой-нибудь Здесь Обычное Затухание Не Пойдет Так Умножение Тоже Я думаю Что Это Будет Вот Перекрытие Перекрытие Хорошо Влияет Да Похож на Пробочку Единственное Что Непрозрачность Так Все Теперь Вот Она Похожа Да Конечно Единственное Что Мы Сейчас С Делаем Только Там Где Нам Это Можно Белая Краска Сейчас Вот Тут Видите Вот Так Раз Нанесли Все Никто Не скажет Что Это Не Пусть Кинет Меня Я Этим Самым Камнем Так Я Вот Смотрю Все Равно Мне Надо Здесь Инструмент Затемнитель Взять И Пройтись Вот Затемнителем И Не Среднем Тона А Тени Взять Так Хорошо Вот Теперь Все Так Пойдем к бутылке Сначала Посмотрим Вообще Что У нас Тут Из Бутылки Вот Так Хорошо Видно Где Мы Не Затемнели Да Вот Так Ну А Здесь Пускай Отлетит Так Ура Хорошо Во-первых Сейчас Давайте С бутылкой Разберемся Вот Это Нам Совсем Не надо Давайте Вот Сейчас И Уберем Не Нужно Этот Целиком Был Занят Этой Водой Что Было Не Эта Бутылка Мне Поэтому Так Вот Произошло Но Ничего Сейчас Это Все Поправим Так Окей Образователь Выделено Область Один Пиксель Берем Вот То И На Новом Слое Просто Запрашиваем Дальше Так Окрасили Даже Можно Потемнее Взять Так А Здесь Мы С вами Сделаем Следую Чем Тут Хитрим Немножко Так Мы Возьмем Вот Этот Окей И Теперь Пойдем В кисточке Посмотрим Кисточку Сделаем Размером Примерно Так Вот Так Вот Так Так И Что Еще Нам Нужно Будет Теперь Пойти Сюда Белую Краску Положить Сюда Так Взять Перо И Сказать Выполнить Обводку Контура Кисть Имитирует Нажим На Новом Слое Отмена Новый Слое Нужно Еще Раз Так Это Многовато Меняем Кисть Чуть Меньше Делаем Вот Так Это Тридцать 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 Три Три Тридцать Тридцать Восемь Пикселей Хватит Так И еще раз Делаем Обводку Контура Вот Так Имитировать Нажим Вот Это То Что Теперь Мы можем Это Дело Взять Если Нам Нужно И С ним Поиграться Как нам Лучше Сделать Так Хорошо Отлично А Здесь Сейчас Делаем Полосочку Такую Даем Выделим Вот Область Развивайте Выделенную Область Вот Она Она И Теперь На новом слое Тоже Мы Возьмем Вот Инструмент Градиент И Возьмем Вот Этот Инструмент Зеркальный Градиент И Попробуем Тут Аккуратненько Делать Но Это Сильно Конечно Непрозрачность Совсем Небольшой 18 Допустим Турнал Турнал Вот Так Убираем Все Хорошо Теперь Можем Еще Поиграть В Турнал Турнал У нас Намокла Этикетка Но Ничего Сейчас Мы Это Дело Попробуем Я думаю Что Лучше Если Мы Возьмем Кисть Просто Покрасим Здесь Тоже На новом Слое Давайте Просто Покрасим Вот Возьмем Цвет И Так Это Раз 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 Не Покрасим Так Теперь Дадим Шумов Фильтр И Здесь Усиление Резкости Так Размыть Имитация Скажение Шум Вот Шум Добавить Шум Добавили Хорошо Добавить На Побольшего Вот Там Это Много Ок И Теперь Тоже Превращаем Это Черную Маску А Теперь Непрозрачность Поменьше И Поехали Вот Это Нам Не Надо Пройдемся Здесь Сейчас Вот Так Смотрим Если Что Немножечко Темнее Делаем Вот Так Вот Все Готово Так И Лишнее Просто Стираем Тоже Тоже Самое Нужно Будет Сделать И Здесь Отмор Тут Пройдемся Белое До Сюда Чтобы Белое Чего Что Чего Так Возьмем Этот И Закрасим Просто Тут Тоже Новый слой Депрозоричность Уберем Так Что Не Смотрелось Цент Хотя Это Не Не Нужно Ставим Пока Так Кстати Тут Скорее всего Ходов Надо посмотреть Сейчас Так, установки производительности, что ли? Истории 10 и нет, 100 штук, достаточно. Ну, тогда мы сделаем наоборот, сейчас вот это поправим. Так, где-то мы стоим, не там. Давайте сведем, теперь опять Ctrl-Shift на всех, чтобы не путаться. И возьмем вот это и здесь закрасим. Даем. И это так. Еще можем взять инструмент палец, взять осветление. И так вот, пройти здесь просто для наглядности. А здесь мы с вами отрежем лишнее. Ну, чтобы не мешалось. Вот так. Ага. Кстати, надо было подключить еще одну вспышку. Тогда бы не было этого, я бы мог это светом все сделать. Ну, как бы все время стараюсь наименьшими затратами пройтись. Окей. Пусть будет так. Ну, и здесь тоже тоненькую сейчас проведем. Так. Раз у нас вспышечку не издевали. Еще одну. Так. И посмотрим белая. Белая слишком большая. Так. Тоже 20. 20, я думаю, будет достаточно новый слой. И белая красочка. Скажем, выполните вводку. Посмотрим теперь контуры. контур. Так. Ага. Ну, и вот здесь можно его убрать. Тут он не нужен. И сидим вот так на нет. Все хорошо. Теперь у нас бутылка проявилась. Эта проявилась. Все прекрасно. Так. Что-то у нас сильно розовая эта пробка. Не находите? Давайте-ка мы посмотрим, может быть, ее чуть-чуть позелтеть. Вообще всю картинку немножечко. Так. Зажелтеть. Ну, так. Свет. Ну, так. Окей. Сравниваем. Ну, так. Более шампанское он дает. Хорошо. Теперь нам надо убрать, где если явно у нас просматривается наша проволочка. Вот здесь ее уже почти не видать. Так, а здесь возьмем вот так и раз, и она исчезла полностью. Так, теперь отсюда возьмем вот это. Так, как будто так оно и нужно было. Так, там еще немножко есть этого, вот этого берем. Ну и можно парочку этих перенести сюда, что-то так скучновато немножко. Так, и теперь посмотрим общую картинку, нужно ли нам ее подсвечивать. Вот Айрбах сейчас, а остальное, остальное мы оставим. Белую возьмем. Вот так. Немножко пересвет. Ну и мы берем вот так. Раз. Вот так. Хорошо. И посмотрим, что нам сделать. Сейчас мы глянем, как выглядело дактого. Вот я сейчас возьму вот этот фон, копию, брошу его наверх. Здесь соедини все слои. Опа. Так. И теперь на него черную маску. Раз. Вот так. И посмотрим. Может быть нам такой желтый и не нужен особо. Давайте мы поиграемся тут с белым, белой кисточкой. Тут белое должно быть у нас, тут если она чуть-чуть желтая. Вот я думаю, теперь это правильно. Так, ну давайте добавим еще драматичности. То есть возьмем сейчас изображение, вращение изображения и против часовой. Вот так. Вот видите, у нас получился такой замечательный взрыв. В следующий раз мы еще тут подсветим этими бенгальскими огнями и вообще будет красота. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok